МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Городская среда». Сегодня 100% документов, которые создаются в редакциях и кабинетах нашего телеканала, создаются в электронном виде. Но до сих пор более 60% из них распечатываются для согласования, чтения перед микрофоном, для ведущего новостей. И даже вот у меня на столе лежат листы, где написано то, что я вам читаю. Мы давно задумались над тем, как вообще отказаться от бумажного документа оборота. И все наши задумки стремимся воплотить в повседневной работе. Но если посмотреть на эту проблему шире, то достаточно знать, что для производства одной тонны офисной бумаги вырубается 24 дерева. Сегодня все чаще говорится о переходе государственных и муниципальных предприятий и структур с бумажного документа оборота на электронные. В молдавской столице прошли публичные слушания именно по этой теме. И что интересно, оказывается, это не только экономия лесных ресурсов. Обсудим эту тему с одним из организаторов этих слушаний, муниципальным советником от партии социалистов Никитой Цуркан и представителем IT-компании, которая разработала платформу для электронного документа оборота Вадимом Железковым. Здравствуйте. 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 Я хотел, так сказать, до начала нашего диалога, разговора напомнить такую интересную деталь. Электронный документ оборот, насколько мне было известно, вводили еще в советские времена. И автоматическое дело производства это называлось, и оно проходило в главном офисе Центрального комитета коммунистической партии Советского Союза. Функционал состоял из секретаря, который набирал, то есть составлял электронную картотеку документов, которые функционировали в этой, на тот момент, глобальной партийной организации. То есть вот такой прообраз электронного документа оборота. То есть когда он уже задумывался? Еще в то время, которое оказалось, наверное, еще рано подступаться. И когда обычный компьютер занимал, я не знаю, как минимум, размеры с нашей студией, в общем-то, помещение. Но тем не менее, вот почему все-таки необходимо сегодня переходить на документы оборот? Это только лишь экономия лесных ресурсов, природных ресурсов? Или же за всем этим стоит, в том числе, повышение качества работы или контроль, либо еще что-то? Вот вопрос к вам, Никита. Зачем это необходимо сегодняшним чиновникам муниципи Кишинел? Ну, сегодня, если мы говорим о документе обороте, об электронном и автоматизированном документе обороте, на самом деле еще согласно постановлению правительства, если не ошибаюсь, в 2007 году вышла под концепция, регламент, каким образом это все должно реализовываться, не только в правительстве, но и во всех органах публичной власти. На сегодняшний день мы, воссыны не тут, ничего не сдвинулось. Вот мы сегодня буквально на слушаниях это обсуждали, этот момент, что уже, слава богу, больше 25 лет премария не то, что не хочет, она даже не пытается это сделать, потому что людям проще действовать, к сожалению, по тем лекалам, которых у них есть, они шаг право, шаг влево не рассматривают. Вообще в рассмотрении документов не берут в расчет то, что человеку, который за ним, например, подает петицию, ему, может быть, это неудобно. Чтобы вы понимали процедуру сегодня, как это, например, я не знаю, подать запрос или подать какую-то петицию, обращение, я должен прийти в премарию в определенные часы, я должен выставить очередь, я должен собрать, прийти с определенного рода бумагами в зависимости от того, что я хочу. Мне должны это принять, подписать. Я должен находиться в прострации и ждать, что когда-то мне может быть, ответят, звонить, спрашивать, как там дела с моим обращением, с моим запросом. И это все, ну то есть это формирует негатив. Какие-то условия ответа, например, гражданину обещают, что в такой-то срок. Нет, ну то есть есть определенные, то есть согласно законодательству, есть определенные сроки, когда должен поступить ответ. Но в лучших традициях Кишиневской премарии эти все сроки благополучно, их, так скажем, глаза закрывают на эти сроки. Когда будет, тогда будет. Людям пишут отписки какие-то. То есть, ну, есть много ситуаций. Это не я не говорю в 100% случаев, но, к сожалению, человек не может отследить никаким образом, где находится его петиция, в какой момент, кто за него, на какой стадии, кто отвечает, куда идти. Может быть, нужны какие-то документы, может быть, надо что-то донести, может быть, надо, не знаю, какие-то моменты обсудить, может быть, предложение у самого человека, который подал петицию, есть, что-то изменилось у него в его истории. Вот это как раз интересное замечание. В это время действительно может быть либо увеличиться количество жильцов в той площади, либо наоборот. Тут зависит очень много, на самом деле, от того, сколько рассматривают. Есть у нас примеры, то есть есть как позитивные, понятно, в любом деле, так и отрицательные. Есть, когда рассматривают быстро петицию, ну, то есть, если проблема не очень большая. А есть обращения, которые тянутся, там, слава богу, вот сегодня приходил человек на публичное слушание, у него с 2011 года вопросов. Ему постоянно отписываются, 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 и, ну, то есть, и потом, согласно законодательству, прошло время, когда истек срок годности, и все, и закрыли, и человек не понимает, что ему надо делать. Еще раз идти обращаться, подавать еще раз, а кому, а какая, застраховывали он от того, что еще раз не повторится та же история. То есть, тут, на самом деле... Вот яркий пример. Недавно мои коллеги снимали материал в дурле, что женщина 15 лет ждет решения своего вопроса. Написала необходимое письмо за 15 лет. То есть, она уже за эти 15 лет, ну, ведь сколько могло быть изменений и в самом пригороде, муниципе, и в ее личной жизни решение проблемы ей необходимо, она не ушла. Но, тем не менее, говорит, 15 лет хожусь как на работу. Вот такой момент. Хорошо. Каковы главные преимущества тогда в таком случае с внедрением вот электронного документа оборота? Мы, исчезнут очереди, ускорится решение вопроса? Да, а очереди, если мы говорим о документе обороте, как глобальной какой-то системе, очередей, в принципе, по идее быть не должно. Весь процесс становится... он перетекает в плоскость электронную. То есть, это будет сайт, приложение. Я тут, думаю, больше расскажет Вадим о истории, как это все протекает. Но, на мой взгляд, очередей бы не должно, потому что все происходит онлайн. Тут Вадим больше раскроет скобки. Вадим, что вам видится с внедрением электронного документа оборота? Мне видится, что очереди не исчезнут, к сожалению, в начале как минимум. Для чего мы вводим... Ну, пришла идея электронного документа оборота и что это дает? Он не изменяет систему исполнения. Все равно тот человек, который не исполнял, и не будет исполнять. Но благодаря этому мы увидим, на ком больше всего проблем, кто больше всего документов задерживает, какое подразделение имеет самое узкое горлышко, то есть, где нужно увеличить штат, где нужно сократить штат, перенести штат, то есть, оптимизация. Это все покажет именно электронный документ оборота благодаря статистике. В нашем видении, после общения с сотрудниками премарии, мы поняли, что... Почему из кого очереди не исчезут? Что, скорее всего, люди преклонного возраста будут продолжать ходить, и они, как нам сказали, составляют больше 60% тех, кто приходит. То есть, нужна будет еще такая единица в штате, которая будет заполнять людей преклонного возраста формы? У них есть такая единица. У них просто есть уже система премарии, есть система электронного ввода петиций. Но она в одном кабинете на двух компьютерах образно, она все хорошо, у них все хранится в электронном, но дальше она не уходит, и в нее нельзя электронно подать. Нужно на бумажке написать, они перепечатывают, отцифровывают. То есть, это хранилище такое. Технология была внедрена, но не внедрена до конца. И в нашем видении, лично для меня, почему электронный документ будет в плюсе, это значит, я никогда не ходил в премарию писать петиции. Ну, потому что, я знаю, что там очередь, это проблема. Вы не пенсионеры. Да, я думаю, что увеличится количество петиций благодаря электронному. То есть, молодое поколение будет идти по улице, увидеть проблему, сфотографировать ее и отправить в премарию. В премарию будет информировано о проблеме. Сейчас, ну, технически они не знают о существовании проблем в своем дворе. Ну, потому что никто им не говорит, либо пишет, и теряется эта бумажечка. Поэтому мы считаем, что очереди не исчезут, но увеличится количество желающих изменить что-то благодаря возможностям. Хорошо. Ну, понятно, что это возможность оповестить муниципальных чиновников, что какой-то непорядок на столичных улицах. Я знаю, что на сайте премарию сегодня работает такая опция, когда можно написать, сообщить, что в нашем дворе вдруг погас свет, и через некоторое время приезжает дело. Но, к сожалению, она не работает. Но сейчас не работает. Нет, она, нет, технически она работает. Давайте так, я не говорю, что она не работает вообще. Я имею в виду, что она работает с точки зрения приема. Приема. Она принимает, конечно же. Иногда даже бывают случаи, когда реагируют. Я вам скажу честно, я, чтобы не соврать, три года назад воспользовался системой. У меня подземный переход. Вот я сфотографировал, я помню, там были выломаны плиты. Я ждал ответа, сейчас я вам скажу, там указываешь свой e-mail, я ждал ответа, что это около полугода. Вот мне через полгода ответили и написали, что, к сожалению, мы знаем об этой проблеме, мы знаем, что она существует. Но, к сожалению, мы можем вам ничем помочь, потому что за подземный переход отвечает экономический агент. Какой экономический агент? Кто за это отвечает? Недавно я выяснил, благодаря этому, что, оказывается, по законодательству петиция неподписанная является возможностью не рассматривать ее. И проблема сайтов, которые сейчас существуют, их достаточно, там, три или четыре, через которые можно подать петицию, что, первое, ее нельзя подписать электронной подписью. Мы хотим реализовать возможностью подписания электронной подписью, что является в нашем государстве аналогичным бумажным документам. И тогда они обязаны ее рассмотреть. Сейчас все, что подается, технически они могут проигнорировать и не нарушить законодательство. Вторая часть мы видим, что юридические лица, которые подают достаточно большой объем документов на различные авторизации, разрешения от премарии, могут подавать онлайн, не тратя деньги на бензин, время сотрудников. Оптимизация, автоматизация процессов улучшит жизнь этих экономических агентов. И благодаря внедрению в этой системе, называется тикет менеджмент, то есть мы видим, кто ответственный за эту задачу, кто передал кому. Никита сможет рассказать, как это будет действовать, наверное, более детально. Тут, на мой взгляд, кроме того, что сказал Вадим, на мой взгляд, важность, один из самых важных моментов, которые тоже упомянули на слушаниях, что основой этого всего это будет транспарентность и прозрачность. То есть это главный приоритет, который ставится, идет по голову стола. То есть автор вот этой петиции может проследить, где находится… И не только автор. Вот в чем самый плюс, ту концепцию, которую мы обсуждаем. Не только автор может посмотреть. Я, например, когда подают запрос, то есть петицию, обращение, неважно что, я могу отметить, то есть хочу ли я, чтобы это был вопрос закрытый, только чтобы я видел. Ну, то есть есть личные какие-то моменты, которые должны только быть между мной, например, и… Это к теме защиты лишних данных. Да, экономические агенты не хотят, чтобы видели, какие там петиции они пишут. А есть какие-то вопросы, которые касаются, например, всего города. Не знаю, там разбитый, например, разбитая ротонда, или там разбитый где-то тротуар, или еще что-то. Подземный переход. Подземный переход. Я пишу петицию на этот сайт, я указываю проблему, даю название, подписываюсь электронной подписью и публикую, и жду. И помимо этого я делаю это достояние общественности, говорю о том, что привлекаю, там, например, других гражданских активистов. Для того, чтобы я обратил на это внимание, обратите внимание в том числе. И мы начинаем отслеживать, каким образом продвигается петиция. Дальше назначают ответственного кто. Мы вместе с ним, с ответственным, там, если надо, выходим на место, еще раз показываем, предоставляем там определенные данные, подгружаем фотографии, не знаю, видео, что душе угодно туда. Делаем это публично все. И потом ровно так же публично мы видим, решился вопрос, не решился. Если не решился, то молодцы. Если не решился, тогда мы понимаем, благодаря кому он не решился, то, о чем говорил Вадим, где есть проблема, куда документ, где он остановился и кто его не хочет решать. В этой теме мы первопроходцы или подобные уже работают в других столицах? Если работают, то вот как это проходит? Если знакомились с международным опытом? Отстаем в этом опыте от большинства государств. У нас были попытки внедрения в различные структура. Где-то это внедрено, но, скажем так, не в муниципе Кишнева, не в премариях по многим, а в соседних странах все почти электронно, именно внутренние документы Брода. Они берут природу, как минимум деревья, которые выявили. И автоматизация процессов – это тренд этого десятилетия. То есть все можно автоматизировать и оцифровать. Все, что можно. Если мы посмотрим, например, на Восток, у нас есть отличный пример, в столице, в Москве есть единый портал госуслуг. То есть вы там вообще можете все, что хотите. Вы можете справки получать, можете подавать заявление, можете получать ответы. То есть это вообще… Я сижу у себя в офисе. Чем это хорошо? Для экономических агентов это вообще, на мой взгляд, какой рай на земле. Им не надо будет писать, то есть с такими пачками бумаг, они будут ходить в премарию, им будут принимать бумаги и говорить, «Извините, мы в прошлый раз не считается, вы не донесли две бумаги, а у меня уже четыре просрочены». И я начинаю опять эти круги ада проходить. То есть это я говорю о экономических агентах. Если мы говорим о… То есть мы затронули физические лица, скажем так, уже детально очень, а экономические агенты… Ты подал петицию, ты ждешь. Все, тебе пришел ответ, окей, я иду дальше. И так вот это все развивается. В дальнейшем, конечно, если мы говорим о документообороте, это масштаб, очень масштабный проект. Я говорил с ребятами из компании, мы обсуждали это очень много раз, что очень много у нас будет вопросов. Потому что у нас очень тяжело двигаются новые проекты, потому что все сначала воспринимают это в штыки. Люди в первую очередь, когда услышали о документообороте, первое, что нам задали на встрече, какой нам задали вопрос работники примарии, я думаю, что вы, тяжело догадаться какой, они не спросили, как это работает, не спросили, что это, они спросили, сколько людей мы собираемся уволить. Мы никого не собираемся увольнять, мы постараемся вам сделать это, вам жизнь облегчить, чтобы вы не дублировали работу, то, о чем говорил Вадим. Потому что они заполняют сначала заявление, есть человек, который заполняет заявление, помогает бабушкам и так далее, заполняет с ними заявление, потом эти заявления переходят, они их сканируют, загружают, отцифровывают и ответ точно так же у них проходит. То есть это какой-то четверной, пятерной, пятерную работу не делать для того, чтобы просто формально принять и отдать. Ну вот вопрос, который вы сейчас привели, то есть вопрос, который задавали представители примарии, напомнил такую ироничную сейчас расхожую шутку, никогда Штирлиц не был так близок к провалу. То есть ведь о чем идет речь? Они в данном случае где-то на подсознании признаются, что у них есть люди, чья работа состоит в том, чтобы на их рабочем столе отстаивались документы. Поэтому если вводится электронный документооборот, то, наверное, от услуг, чьих-либо услуг придется отказаться. Так им кажется. Но оптимизация труда не исключается. И тем не менее, внедрение электронного документооборота – самое разумное действие сегодня, которое можно себе представить. Потому что мы, журналисты, давно работаем с электронными документами, электронные носители в виде информации, текста информации. Мы это понимаем. Но вот как сделать это доступно и понятно простому гражданину? Чтобы он был уверен, во-первых, что он достучался со своей проблемой до чиновника. И второе, что если он не хочет, чтобы эти сведения были достоянием общественности, достоянием широкого круга людей, то эта система защитит его личные данные и не будет каких-либо последствий. Есть предусмотрены в этой платформе, которую вы предлагаете, которую вы разрабатывали, подобные опции? Я хочу подчеркнуть, что мы платформу разрабатываем. И сегодня на публичных консультациях к нам вышли другие компании с предложением присоединиться. И у нас есть идея сделать консорциум, то есть IT-компании Кишинева, которые хотят предложить премарии какой-то продукт. Нас это очень радует, что не только мы хотим что-то изменить, но есть еще другие наши коллеги. И с этим предложением они вышли и предложили, допустим, использовать технологии Ягава для того, чтобы хранить данные в государственной системе. Провести технический аудит мы после запуска системы сможем, чтобы увидеть, что ничего не доступно. Но бумажку, которую сейчас подают, я бы не сказал, что ее нельзя сфотографировать и послать в каком-то мессенджере. Я считаю, что система будет более безопасной, чем сейчас то, что существует, потому что сейчас нет никакой безопасности у вашей петиции. Мы хотим, чтобы вы видели, что с ней произошло, кто ответственный, через сколько ее рассматривают. То есть вся история действий по этой петиции будет у вас в доступе. Когда ее рассмотрели первый раз, кто что написал, решения приняты. И это приведет к транспарентности, которую мы обсуждали, и к увеличению эффективности. То есть быстрее будет происходить решение проблем. Это как денежный оборот. Чем быстрее, тем больше прибыль. Чем быстрее документы проходят, выполняют свою работу, тем больше получают дивиденды кишаневцы в виде получаемых услуг. Меньше проблем. Меньше проблем, снижается. Хорошо. Но вот в сегодняшних слушаниях, что больше волновало тех, кто принял участие в качестве слушателей всего того, что им было представлено? Ну, сегодня это были, точнее, это, наверное, были не слушания, это была консультация. То есть мы обменивались мнениями и представителями гражданского общества, с профессионалами, которые работают в IT-сегменте. Очень хорошо, правда. Я очень рад, что эти люди сегодня пришли, потому что благодаря ним состоялся диалог, о котором сказал Вадим, что компании решили предложить свои услуги. Я буду надеяться, что это не останется только на словах с точки зрения того, что это было сказано под камерой, что мы готовы, давайте делать вместе, как это бывает зачастую, к сожалению. Что на телевидениях или где-то на каких-то пресс-конференциях говорят, да, мы готовы работать, а потом пропадают таинственным образом и не слышат, и не видят, и не хотят. Но тут важные моменты, которые были затронуты, опять же говорю, это транспарентность. Например, сегодня был приведен пример, он, на мой взгляд, очень показательный, когда, например, у двух людей есть право на землю. И то есть первый подал обращение, и второй подал обращение. То есть и в этот момент, благодаря данной системе, можно с легкостью проследить, кто был первый, какой ответ получил. То есть вот эти моменты, которые сейчас тяжело с бумажной волокитой, с теми бумагами, которые есть, потому что нигде не фиксируются, понять, кто был первый. То есть я пришел с утра, подал в 9 утра, а человек пришел, подал в 4 вечера. Кто был из нас первый? По документам, не знаю, я не знаю, каким образом заполняется их книга. Может, они подбивают все вечером. И тогда кого они захотели первым внести, того они... То есть тут есть много очень моментов. Я не хочу ничего говорить плохого, но в данном случае я вижу такой прецедент, опять же, не прецедент, а млазейку для коррупционной составляющей, например. Я к этому говорю. Кто-то, наверное, захочет свою бумагу сделать толще. На самом деле сейчас, я просто видел, как это происходит, когда приходят, вам ставят печать и номер. То есть нет возможности впихнуть раньше бумажку технически, если номер вписан и нет дырочек, окон. Но идет построго по правилам законодательства в этом плане. Но идея наша не искать проблемы в людях, а искать возможности оптимизации и автоматизации их работы, чтобы улучшить и уменьшить их труд ручной и больше перевести его в плоскость интеллектуального автоматизированного труда. Мы тут говорим больше, опять же, мы это обсуждали, уже не первый проект, о котором мы говорим в рамках смарт-сити, умного города, который облегчает жизнь в первую очередь наших горожан и жителей Кишинева и гостей из столицы. Потому что чем больше будет подобных проектов, нацеленных в первую очередь на людей, то есть мы сейчас на самом деле говорить о примарии, о том, что работникам примарии станет легче, это не встречает никаким образом обычного жителя города. Ну то есть он, окей, спасибо, вы сделали работникам примарии жизнь легче, спасибо. Но как это отразится на мне? Вот конкретно подобный проект, он показывает, как отражается проект на жизни гражданина. Теперь для него станет проще подавать, например, петицию или сообщить о проблеме посредством смартфона. Мы там говорим, не знаю, опять же, электронные билеты, единое электронное окно, куча примеров, которые мы пытаемся выстроить в один ряд и сделать из этого какой-то... Экосистемы. Да, какую-то систему, которая позволит нам чуть-чуть догнать те города, которые уже ушли из столицы в продвижении автоматизации процессов, продвижения, связанные с электронными вещами, которые реализуются в городе и встречают на каждом шагу, начиная от транспорта, заканчивая остановками, музеями и так далее. То есть тут и работы куча. В работе муниципального совета предусмотрена тоже какая-то опция, связанная с электронным документооборотом, с использованием этой платформы? Смотрите, я скажу по нашему опыту. То есть мы, например, у нас есть, у нашей фракции есть собственная, скажем так, похожая система, сайт, сервис, как это назвать, петиция, с которой мы работаем. Работы мы уже с ней благополучно начинаем с 2015 года. То есть жители, когда приходят к нам, обращаются. Мы, как муниципальные советники, это, к сожалению, не во всем муниципальном совете, но, имею в виду, не все советники, только наша фракция подключена к ней и мы. Таким образом распределяем между собой, у нас есть люди, которые обрабатывают информацию и распределяют между нами, то есть какие-то проблемы, с которыми приходят жители, составляют обращение. Да, я захожу в свой кабинет, я вижу, что ко мне обратился человек по такому вопросу. То есть у нас есть направление, каждый где работает, помимо того, в каком направлении каждый больше знает или группа людей. И мы сегментируемся по этим направлениям и мы начинаем в этом ключе работать. То есть человек, который больше разбирается, например, в каких-то делах, связанных с ЖКХ, он, наверное, поможет человеку, у которого проблемы связаны как раз с ЖКХ. Нежели, например, я, который больше состою, например, в юридической комиссии. То есть тут есть моменты, которые действительно нужно учитывать и у нас это работает. Это работает хорошо, я могу сказать, что прям и мне удобно с точки зрения муниципального советника, что я не должен никуда бежать, искать документы. Искать документы. Я захожу, у меня все прикреплено. Я надеюсь, что в системе, которую мы сейчас рассматривали на публичных консультациях, будет предусмотрен, как я понимаю, будет предусмотрен кабинет. Какой-то для муниципального советника, как и для любого другого работника примарии, главы управления. Что я буду заходить туда, я буду смотреть, какие документы, при необходимости буду делать запрос на получение документов. Если это будет позволять, то есть доступа ко всем документам у всех работников примарии быть не должно. Это неправильно. Должна быть какая-то градация, человек должен запрашивать документы точно так же, но уже в электронной форме это будет делаться гораздо быстрее и проще. Ну, если встать на позицию простого обывателя, простого кишиневца, может быть, неискушенного в высоких технологиях, и попытаться как-то описать, как работает эта система. Вот сумели бы сейчас несколькими словами описать, вот работает эта система, для того, чтобы это было понятно простому кишиневцу, нашему зрителю. У меня есть живой пример, который я бы подал первую петицию. У меня после прошлого апреля висит дерево на проводах, и никак его никто не может забрать. То есть уже практически скоро год, 21 апреля исполнится. Я не знаю, если кто-то писал, я лично просто не хожу в примарию. Вы фотографируете проблему, либо заходите на сайт, допустим, рапортом, регистрируетесь, если у вас нет еще кабинета, и создаете новую петицию. Вводите название петиции, описание петиции, указываете адрес, если есть локация данной проблемы. Можете загрузить фотографии, видео, документы, все, что сопутствующее к данной проблеме. А геоданные предусматривали такая возможность? Ну, карта, 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 и вы выбираете точку, и адрес автоматически определяется благодаря точке, либо вы просто вписываете буйканы, ну, допустим, у него проблема с транспортом на буйканах. Ну, я образно говорю. Вот на примере дерева я напишу, проблема с висящим деревом на проводах. Точка, такая-то улица, загрузить фотографии. Вы знаете, у проводов этих есть хозяин, владелец, и вот он подобно, почему-то его не волнует, что они на проводах висит дерево. Ну, как бы это маленькая проблема, неважно. Суть, я нажимаю отправить, и она попадает в кабинет распределения петиции. Это будут те, кто сейчас распределяют петиции в премарии, отдел, я не помню, как он точно называется. Петиции. Петиции. У них есть возможность распределить их на исполнительную власть, которая дальше делает. Ну, выбирать, отправить вице-мэру такому-то, допустим. И теперь у вице-мэра в кабинете появляется эта петиция. А есть какие-то сроки? Например, да, поступил мне в кабинет, я отправляю все это, я подумал, ну, пусть висит еще год. Это уже в законодательстве предусмотрено по работе с петициями. То есть будет все в соответствии с законодательством. Когда будут нарушаться сроки, алерт, уведомление будет уходить в отдел контроля, который тоже есть в премарии, о том, что сроки нарушены. Эта система предусматривает и такую возможность, чтобы электронное сопровождение, уведомление приходит тем же ответственным лицам. Далее, ответственное лицо вице-мэра, допустим, распределяет, что для этой проблемы требуется три дирекции, которые участвуют. Это, допустим, здесь Spiceverse и LoomTech. Ну, я сейчас образно. И указывает, отправить туда, туда, туда. И на исполнение. Теперь в кабинете руководства Spiceverse появляется задача, уже задача. Рассмотреть петицию и отписать ответ. Они ее рассматривают, пишут ответ, все в системе происходит. И система автоматически, после того, как они, допустим, устранили, они могут загрузить фотографии, мы видим, до и после. Это было бы вообще идеально, если бы все фотографировалось, мы понимали. То есть у бригадира LoomTech тоже, может, в компьютере возникает, значит, какая-то задача. Выезжай на место. Это начальника управления. То есть у LoomTech. Это уже следующий этап, когда мы дойдем до бригадира. Поверьте, давайте дойдем до начальника. Ой, я поехал. Это технически очень легко реализуемо, и мы с удовольствием это тоже реализуем. После того, как убрали дерево, они вписывают. Задача выполнена. Нажать окей. Эта петиция переходит еще раз к вице-мэру для проверки. И в отдел контроля, если они поставили эту петицию на контроль, и у них выскакивает проверить. Ты-ты-ты-ты-ты, какие-то петиции. И дальше закрыть. Мы можем технически… А когда вы узнаете, что это выполнено? После того, как закрыли. Когда кто-то нажимает кнопочку «Выполнено». Если это, допустим, сложная задача будет из N-ого перечня, то только после того, как его, допустим, проверить в ВЦМР и нажмет, что выполнено. Если это простая задача, после того, как исполнитель нажимает «Выполнено», мы можем автоматически высылать уведомление. Зайдите в ваш кабинет, ваша задача выполнена, результаты вы сможете увидеть. И в его кабинете у пользователя, который загрузил, видно, кто когда рассмотрел, в какое время это было, через какие сроки, что было принято, и решение вашей проблемы. То есть технически мое дерево будет спилено, либо мне напишут, что я не спилю его потому-то или для этого нужно еще что-то от вас. Приехали по адресу, дерева уже нет. Ну так, и ни столбов, ни провода. Ну, то есть с точки зрения этого, там, следующий шаг, например, если вы когда-то там кто-то, а вы были, я думаю, оба, например, на территории Российской Федерации, там отлично действует, я про уведомления сейчас говорю, что это следующий шаг, когда мы можем делать, например, не знаю, там, Аппо-канал решил отключить свет, Аппо-канал решил отключить свет, это сильно. Решил отключить воду, да, к каким-то определенным домам. Ну, судя по работе Аппо-канала, они могут и свет отключить. Да, то есть я говорю о том, что мы можем уведомлять, например, ну это вообще там этап, это я, это да, идеализирую о том, что там начальник, например, ассоциации, его там уведомляют, что завтра по вашему адресу будет отключен, например, то есть посредством, например, e-mail'ов или каких-то других, мессенджеров. Да, ну то есть в кабинете, если человек зарегистрировался где-то, то есть это идеальный мой мир, конечно, но если человек указал адрес, что он свой, и вот я живу по такому-то адресу, ему приходит уведомление, что, например, завтра вас отключают, планируют там плановое отключение света, плановая там авария с водой, ну то есть... И указывается время. Да, да, ну то есть это, я говорю, это какая-то идеальная история, но к этому надо стремиться. Опять же, технически проблем нету реализовать, есть исполнительные проблемы. Ну вот следуя вашей логике, в общем-то, нет технических проблем, есть человеческая проблема, то есть есть некое сопротивление чиновников отношение, так сказать, внедрение этой системы в свою обычную, так сказать, жизнь исполнителя. Думаю, назвать это сопротивлением это не будет. Они, многие привыкли работать, им нужно внедрять, ну все новое всегда тяжело внедрается во всех сферах нашей жизни. Ну это боязнь, что сделать ошибку или наоборот? Боязнь сделать ошибку, здесь же нету никаких интересов, им легче уведомить, чтобы им потом не звонили, не теребили, что почему вы мне отключили воду, вы меня не уведомили. Я думаю, что они все были бы рады это автоматизировать, просто пока не дошли ни у кого до этого руки и нет системы. Хорошо, вот исходя из сегодняшних вот этих слушаний, вот этих консультаций, которые проводили вы, насколько продвинулась ситуация к тому, что мы перестанем идеализировать, а начнем уже видеть, так сказать, временный коридор, когда временной коридор, когда это может быть действительно появится в нашей жизни? Ну, на мой взгляд, сегодня, во-первых, хорошо, что мы собрались, то есть компания презентовала нам свое видение решения данного вопроса. И сейчас был замечательный рассказ, мне, например, очень было многое стало ясно. Ну, примерно в таком же ключе и сегодня был рассказ от технических моментов, специально для людей, которые работают в IT-секторе. Для работников премарии было рассказано их языком. Не пугайтесь, не больно, все работает. И было рассказано для представителей гражданского общества. Мы попытались раскрыть сегодня с точки зрения технических моментов, с точки зрения юридических моментов, с точки зрения пользы для гражданского общества. То есть мы сегодня обсудили, на самом деле, за каких-то там полтора часа очень много. Не все вопросы, понятно, тяжело обсудить все сразу. Но мы поставили перед собой несколько дедлайнов, что мы делаем. То есть, вот, как сказал Вадим, что есть компании, которые проявили интерес к тому, чтобы подключиться и вместе разрабатывать данные. То есть у них есть готовые решения, видимо, нет? Нет, у них есть видение. Или есть желание? Они хотят сделать концепт более глобальной цифровой премарии, то есть смарт-премарии. Как я понял, они готовы подключиться к реформе и финансовой, и интеллектуально. Мы приветствуем любых NGO. Мы договорились с NGO и с этими компаниями назначить встречу, собраться и обсудить более детально и принять шаги. В нашем видении меньше концептов, больше дел. Это наше личное видение. Мы хотим сделать вот сейчас один шажочек, посмотреть. Потом можно делать еще 50 шажочков, но нужно вот сейчас сделать вот такой маленький. Вот мы подали инициативу, мы как бы двинули паровозик. Пусть другие подхватывают, везут тоже локомотив вместе с нами. Мы только за. Ну, следующий шаг уже будет, понятное дело, когда мы соберемся еще раз на консультации, мы обсудим еще раз, что мы прошли ли мы, продвинулись ли мы дальше, подключились ли компании, которые проявили желание, подключилось ли гражданское общество к этому вопросу, что у нас изменилось. И уже после момента, когда у нас пройдет еще один раунд публичных консультаций, мы следующим шагом делаем уже публичные слушания, то есть соблюдая все юридические нормы, подавая там под сроком, все выполняем, где мы принимаем регламент, где мы, ну, то есть все дружно принимаем документ, который мы в дальнейшем передаем на заседание муниципального, включаем в повестку заседание муниципального совета и рассматриваем уже только советниками данный вопрос и уже принимаем решение, каким образом мы это внедрять будем, не будем. Может быть, у кого-то есть какое-то другое видение этого вопроса. То есть мы продолжим дальше рубить лес? Ну, может, и такие есть люди. Что делать? Тут надо учитывать, у нас же плюрализм мнений, люди высказывают свое мнение, неважно, для кого-то оно правильно, для кого-то неправильно, главное говорить об этом. Чем больше мы будем говорить о идеале и делать, после того, как мы говорим, будет, я тут согласен абсолютно с Вадимом, по вопросу того, что больше дел, меньше концепций разговоров, только так мы что-то сможем изменить. Вот это такой вопрос. Да, это занимает определенное время. То есть подготовка концепции, предложения, презентации, обсуждения, консультации и так далее. Не случится ли так, ведь мое личное убеждение в том, что время всегда работает против человека. Не случится ли так, что в какой-то момент вы будете обсуждать уже устаревшие системы? Вопрос вам, Вадим. Потому что вы в теме. Технология не так прям быстро устаревает, не пару месяцев. Я очень надеюсь, что муниципальные советники в самой премьерии не будут внедрять годами. Это вопрос в месяцах, то есть именно принятие всего остального. Поэтому технология за несколько месяцев не устареет. Мы сейчас сделаем такую, чтобы ее можно было, как говорится, улучшать, обрастать другими какими-то еще рядом как уведомлениями, опциями. То есть это должно быть на несколько лет вперед. Через 5 лет, само собой, она уже устаревает, ее нужно апдейтить. Но не думаю, что мы затянем. Вопрос сейчас на самом деле, чтобы это не стало. Мы постарались, мы взяли себе время, мы говорим о месяце сейчас, для того, чтобы этот месяц, чтобы не сужать сроки таким образом, чтобы вообще там в авральном режиме неделя-две быстро решать. Мы взяли для себя месяц и в том ключе, скажем так, будем работать, чтобы это не стало разменной монетой, например, для кого-то на выборах, которые нас сейчас ждут. Потому что, на мой взгляд, есть проекты, которые не должны быть разменной монетой. Это должно сделаться, потому что это облегчит людям, жителям жизнь, это облегчит жизнь и работу сотрудникам премарии. Это не должно превращаться в какой-то политический сюр, который попытались, к сожалению, в начале наших слушаний, консультаций, слушаний сегодня сделать. Это не политика, это реальная работа, реальная задача, которую ставят перед собой. Это даже не цель, это правда задача, которую нужно просто взять и сделать. Кроме того, что есть некое, будем говорить, нежелание чиновников быстро переходить на такие электронные рельсы жизни, прозвучала ли какая-то критика в адрес внедрения этой системы, либо, в частности, каких-то нюансов этой системы во время демонстрации. Нюансы всегда есть, все предусмотреть невозможно. Для этого и проводятся встречи. Мы могли сами сделать ее, показать, а потом не получилось бы внедрить. Нам спросили, почему мы не указали, что она транспарентная. В нашем плане она не совсем транспарентная, потому что есть приватные петиции, которые я бы не хотел видеть, если я пишу на своего соседа образно петицию, чтобы ее видели все. То есть тут есть очень грань между транспарентностью и приватностью. И мы хотим это обсудить с НГО, с представителем премарии, с муссоветом, чтобы найти единое видение, что там можно, что нельзя, и как это должно работать. Я так понимаю, что в законе предусмотрены многие моменты, что должно способствовать защите личных данных. Есть целый закон о защите персональных данных. То есть это то, о чем говорили мы вначале, что есть определенные структуры, во-первых, кто это отслеживает. Во-вторых, внедрение данного проекта невозможно без того, чтобы подключить какой-то клауд, который существует, например, у правительства, который предоставляет, собственно, доступ для подобного рода проектов. И, понятное дело, на сегодняшний день, к сожалению, в премарии нет людей, которые будут это администрировать. Это самый большой вопрос. И мы в ближайшее время, я надеюсь, сможем поднять и обсудить данную проблему, потому что сегодня у нас в премарии отсутствует человек, который отвечает элементарно за IT-сектор. Человек, который будет... Ну, то есть компания сделает, там несколько, неважно, одна, две, три, пять компаний вместе с гражданским обществом сделают это, добьют этот проект. Что они делают дальше? То есть куда они его передают? Кому они его передают? Это же тоже надо понять, да. Как мы говорили, наш концепт, это должно быть бесплатно для государства, потому что мы для себя это тоже делаем, чтобы улучшить нашу жизнь. И какое-то время компания будет готова поддерживать продукт, но всего есть лимит, потому что это, то есть денежные средства. Мы надеемся, что в будущем премарии выделят под это бюджет, чтобы внутри нанять специалистов, которые будут поддерживать свою систему. Ну да, нужно использовать хосты или там какую-то другую, более известную вам, более понятную вам структуру. Потому что обыватель, в общем-то, ему все равно, на каком хостинге находится этот сайт. Главное, чтобы это работало. И это было доступно не только там с 9 до 17, а все 24 часа. И это еще один плюс. Что теперь не будет временного лимита, когда человек может подать свой запрос. Ему не надо будет приходить и ждать, что обед, не обед он может поправить. То есть если ты полицейский, патрулирование, и вот думаешь, ну вот смотрите, да, я вот по своей задаче выполнил, но вот дерево висит на этих проводах, сфотографировал, сегодня что там, 3 часа ночи, не вопрос, зашел на эту платформу и отправил. На мой взгляд, это будет отличное решение для облегчения работы даже многих сотрудников премарии. С чего начинать свой день? Открывать свой кабинет и посмотреть, сколько задач поступило. Эти можно примировать, то есть добросовестных. Благодаря системе у нас будет аналитика. Это я подчеркиваю еще раз. Мы хотим сделать возможность анализировать большой объем данных. Кто лучший, кто хуже. И на основе этого принимать решения административные. Там много очень хороших людей, я всегда это говорю. Но есть кто-то, кто портит имидж всех. Спасибо вам за этот разговор, достаточно понятный. Я, повторюсь, обывателям, кишиневцам. Понятно, над чем вы работали, что за этим всем стоит. Что, в принципе, это не просто облегчает возможность, облегчает жизнь кишиневцев. Открывает новые возможности для кишиневцев решение собственных проблем. Это главное. Спасибо вам за эту работу и за сегодняшнюю программу. И обязательно будем следить за тем, что происходит в столичной мэрии. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Никита Цуркан. И IT-разработчик электронных платформ Вадим Желясков. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!